Праздник Праздник Это был музык народный, который нигде не показывался и не вещался Диджей осмелился придумать название Ритм и блюз был запрещен, а на самом деле народный был популярен очень И по радио пустил ритм и блюз, но назвал это не ритм и блюзом, а рок-н-роллом С детства я слушал рок-н-ролл. У меня у деда была такая кассета «Тома Джонс». Я рок-н-ролл слушал «Тома Джонса» на самом деле. Отечественный рок-н-ролл в его традиционном понимании стали официально играть и записывать в СССР в 1980 году. Наиболее знаменитыми группами в то время были Таллиннский рок-отель, Московская группа «Браво», Латвийский архив, Ленинградский зоопарк и «Секрет». Рок-н-ролл настолько зажигательная музыка, что на месте устоять просто невозможно. Был популярен в своей сумасшедшей хореографии, куча поддержек, такая нарочитая небрежность к партнерши, но потом он немножечко приобрел другое развитие. Уже в конце 90-х примерно это превратилось в спортивный танец. То есть сейчас это специально поставленная хореография, куча поддержек. Пышные юбки, яркие рубашки, огни софитов и жаркие танцы. Ну и, конечно, живая музыка, возведенная в культ. Жизнерадостный рок-н-ролл – музыка, которая связывает поколения. Юлия Боровикова, Кирилл Конторщиков, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ.